Это программа налоги в студии Ларисы Катышева. Здравствуйте. В этом выпуске мы расскажем вам о том, как можно вернуть свои деньги. Да, мы поговорим о налоговых вычетах, на которые вы можете претендовать и не только при покупке недвижимости. Подробности буквально через пару минут, а пока традиционно несколько цифр. 500 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц подали россияне за 4 дня акции «Дни открытых дверей» в Федеральной налоговой службе. При этом общая сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, превысила 16 миллиардов рублей. Две трети декларации по НДФЛ представили те, кто решил получить налоговые вычеты. Кроме того, за эти дни 144 тысячи человек подключились к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Всего же с начала этого года через сайт налоговой службы россияне оплатили более 4 миллиардов рублей налогов и сборов, совершив свыше 3 миллионов операций. В полтора раза уменьшилось число судебных споров по отказам в госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам первого квартала 2018 года. Если в прошлом году с января по март было рассмотрено 375 таких дел, то в этом 252. При этом подавляющее большинство таких споров с региональным управлением ФНС были решены в досудебном порядке. От 3 до 6 миллионов евро в год рассчитывают привлечь в бюджет Финляндии законодателей, которые одобрили прекращение налогового соглашения с Португалией. Решение направлено против 500 состоятельных граждан Финляндии, которые, достигнув пенсионного возраста, уехали жить в страну, где лучше климат и не нужно платить финский налог на пенсию. Итак, о том, как можно вернуть часть своих средств, ранее уплаченных в качестве налогов, нам расскажет сегодня заместитель начальника управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Владислав Волков. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, Лариса. Владислав, сегодня хочется подробнее поговорить о социальных налоговых вычетах. Давайте сначала посмотрим, какие социальные налоговые вычеты предусмотрены налоговым кодексом Российской Федерации. Можно получить социальные налоговые вычеты на благотворительность? Ну, давайте разберемся. Если вы пожертвовали определенную сумму, тысячу рублей, к примеру, то 13% от этой тысячи рублей вы можете вернуть в качестве налогового вычета. Тысячу рублей я взяла для примера. Жертвования могут быть совершенно разные. По расходам на обучение. Учиться можно самому, можно обучать своих ближайших родственников, но, насколько я знаю, далеко не всех. Помимо себя любимого можно еще обучать своих детей, брата, сестру. Обучать супругов, ну, к сожалению, на сегодняшний день нельзя. Точнее, получить вычеты на обучение своих супругов. Если мы говорим о сумме, которую можно получить назад, то это что? Это 13% от 50 тысяч при обучении своих детей. Так. Либо 13% от суммы 120 тысяч при обучении себя, брата, сестры. Где можно учиться? Если речь идет о ребенке, то это что за учебное заведение? Если речь идет о ребенке, то это учебное заведение и обязательное условие – очная форма обучения. Независимо от того, получает ребенок высшее образование, можно обучать ребенка и в детском саду, если есть статус учебного заведения. По расходам на лечение и приобретение медикаментов. Здесь довольно сложный такой комплексный вопрос. Лечение, оно предусматривает еще дорогостоящие лечения. Давайте разберемся. Что касается недорогостоящего лечения, вычет может быть предоставлен в сумме не более 120 тысяч рублей. Если лечение является дорогостоящим, то по данному виду лечения можно получить вычет в неограниченной сумме. То есть в полной сумме, которую человек затратил на свое дорогостоящее лечение. То есть вся эта сумма может быть рассмотрена как база, с которой мы берем 13% и возвращаем себе в семейный бюджет. Если в течение налогового периода человек лечился, у него есть подтверждающие документы, относящиеся к этому лечению, он может принести эти документы с соответствующим заявлением в налоговую инспекцию и получить уведомление для своего работодателя. Когда уведомление налогоплательщик принесет работодателю, работодатель просто не будет удерживать у него налог с той суммы, которая как раз определяется как социально-налоговая вычета. Есть список лекарственных средств, которые также у нас подпадают под социально-налоговый вычет на приобретение медикаментов. Где можно эту информацию найти? На сайте налоговой службы? Можно найти на сайте налоговой службы. Ну что ж, спасибо, идем дальше. Так называемые взносы в негосударственные пенсионные фонды. Так вот, в части таких взносов, также в сумме не превышающей 120 тысяч в год, можно получить социальный налоговый вычет. То есть, в принципе, мы говорим о том, что все социальные налоговые вычеты, они должны укладываться вот в эту цифру, 120 тысяч рублей в год. Да, за исключением дорогостоящего лечения. Если речь идет о страховании жизни? Если речь идет о страховании жизни, то также физическое лицо, гражданин, который уплачивает страховые взносы на страхование жизни, да, в части таких взносов, может получить социальный налоговый вычет. Также в размере не превышающем 120 тысяч рублей. При этом, еще раз повторюсь, 120 тысяч рублей в год по всем основаниям. То есть, если такой гражданин осуществляет взносы в некосударственный пенсионный фонд, осуществляет взносы на страховку своей жизни, обучает себя самого и лечит... Стоит детей? Да, нет, дети здесь не относятся, себя самого, то это будет не более 120 тысяч рублей в совокупности. Дети идут отдельно. У детей социальный вычет, как я уже говорил, 50 тысяч рублей, это помимо этих 120 тысяч рублей. И если при этом еще человек осуществляет дорогостоящее лечение себя, супруги, либо своих родителей, детей, то по дорогостоящему лечению, помимо этих 50 тысяч 120, можно получить еще вычет в сумме всех этих расходов по дорогостоящему лечению. Понятно. Ну и последняя позиция. По расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Помогите разобраться, что тут? Ну это добровольные взносы на накопительную часть, как уже видите, трудовой пенсии, самоназвание говорит за себя. И в части таких взносов также налогоплательщик, физическое лицо, может получить социальный налоговый вычет. Владислав, мы поговорили с нашим международным экспертом и попросили рассказать, как получение социальных налоговых вычетов выглядит в разных налоговых юрисдикциях. Выяснилось, что где-то это прямо национальный спорт, получение налогового вычета. Налоговые вычеты довольно-таки разнообразны в разных странах и поэтому встречаются довольно-таки экзотически. Допустим, в Австралии можно вычесть расходы на сторожевых собак. При этом для того, чтобы получить вычет, нужно, чтобы собака жила вне дома. Но также оговорено специально, что в выходные она может заходить дома, проводить их с семьей. И вычет на сторожевых котов, к сожалению, отсутствует. Также, допустим, были определенные случаи, когда расходы на домашних питомцев связаны с бизнесом. В Америке, допустим, разрешается перевозить своих питомцев и вычитать данные расходы, даже если питомцем является белая акула. Также, если это связано с каким-то другим бизнесом, допустим, в Канаде человек написал книгу про свою собаку и ездил по всей стране, чтобы продать эту книгу. Суд согласился, что расходы на еду и медицинские расходы на собаку можно будет вычитать. Но отказал в вычете стоимости самой собаки. Владислав, линейка кейсов, по которым вы можете получить налоговый вычет, невероятно широка во многих странах. У нас все-таки пока такой консервативный подход. Абсолютно. Планируете расширять? Ну, Федеральная служба не обладает правом законодательной инициативы. Но, тем не менее, вы обсуждаете с коллегами. Тем не менее, именно такие вычеты на сегодняшний день не обсуждаются. Но обсуждаются и часто в нашей программе вычеты, которые вы можете получить при покупке недвижимости. Давайте здесь об этом снова поговорим, потому что информация невероятно востребованная. Может быть, какие-то новости появились? Ну, таких серьезных новостей нет. Есть просто определенные нюансы, которые не все граждане знают. И на этих нюансах тоже можно заработать? Абсолютно верно. Ну, к примеру, можно уже начиная с 2014 года, приобретя квартиру в совместную собственность с супругами, получить вычет по этой квартире не 2 миллиона по совокупности, да, а 4 миллиона. То есть каждый из супругов, являющийся совладельцем, в том числе и по семейному кодексу, может получить вычет не более 2 миллионов рублей. Ну, то есть это та сумма, на которую распространится льгота, вы не будете с нее уплачивать 13%, и тогда получается 260 и 260, 520 тысяч вы получите себе на ремонт. Абсолютно верно. На семью 520 тысяч можно получить. Но это, опять же, неограниченная сумма. Помимо этих 2 миллионов на каждого, если квартира приобреталась, к примеру, в ипотеку, можно получить и вычет в части уплаченных процентов по такой ипотеке. Сумма таких процентов, сумма такого вычета по процентам не может превышать 3 миллиона рублей. Тем не менее, это от 3 миллионов рублей еще 13%. И 390 тысяч можно еще к 200, по 60 прибавить. Подождите, но это получает кто-то один или тоже оба? Если проценты уплачивают оба, каждый имеет право на 3 миллиона рублей вычета по процентам. То есть, каждый имеет право на вычет, на приобретение, если приобрели, к примеру, с использованной ипотеки, на 5 миллионов рублей вычета. Это необлагаемая сумма, так называемая льгота. Причем, эта сумма будет исчерпываться до того момента, пока полностью она не будет исчерпана. Если доход небольшой, вычет можно переносить из года в год, и каждый год пользоваться таким вычетом, пока полностью его не используют. Вот, кстати, вопрос, связанный со временем. Если вы купили квартиру в прошлом году, позапрошлом, в этом году вы можете вдруг вспомнить, что, ох, я же не запросил налоговый вычет, и получить его? То есть, насколько мы вглубь идем? Срока давности по имущественному налоговому вычету нету. Если даже приобрели квартиру в 2005 году, и сейчас вспомнили или увидели по телевизору о том, что можно получить имущественный налоговый вычет. Вы еще смотрели нашу программу, к примеру? Да. Можно заявить имущественный налоговый вычет по квартире, приобретен в 2005 году. Единственная есть особенность, что сумма такого вычета будет та, которая была на момент приобретения квартиры. Если это 2005 год, то сумма, не превышающая 1 миллион рублей. Начиная с 2008 года, 8, 9 и так далее, сегодня, то это 2 миллиона рублей. А начиная с 2014 года, на семью это минимум 4 миллиона рублей? Абсолютно верно. По одной квартире, да. И более того, вычет не ограничивается одной квартирой. Ведь, к примеру, если подача отъехать от Москвы, квартира может стоить и менее 2 миллионов. И налогоплательщик, приобретший такую квартиру, в последующем приобретающий еще объекты недвижимости, к примеру, он дальше купит жилой дом, дальше расширяется, он может также и по другому объекту получить такой вычет. То есть, на человека дается сумма 2 миллиона, независимо от количества приобретенных объектов. Спасибо вам большое, Владислав. Владислав Волков, заместитель начальника управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России, был сегодня в нашей студии и рассказал нам о том, как можно вернуть свои деньги. В студии программы «Налоги» мы обсуждаем налоговое законодательство и налоговую практику. До встречи!